Аркам ТВ представляет. Я такой несовершенный. О, Аллах, как я могу предстать перед тобой? И вот мы в раю. Вот мы нарядились для встречи с самим Аллахом. Вот нам разливают напиток. И что же Аллах говорит по этому поводу? Все мы знаем, что какие бы усилия мы не приложили в этой жизни, этого будет недостаточно. Мы не в силах прожить такую жизнь, не в силах совершить нечто настолько ценное, чтобы наградой за это стала встреча с самим Аллахом. Субтитры создавал DimaTorzok этого невероятного дня. Я считаю своим долгом поделиться с вами некоторыми заключительными размышлениями над сурой Аль-Инсан. Первое, с чего бы я хотел начать, это то, что у данной суры есть прекрасная, отличительная особенность. Каждый раз, когда Аллах говорит о джанне, Он также упоминает об адском огне. Когда Господь упоминает о рае, Он также упоминает об аде. Когда Он говорит о награде, следом Он говорит о наказании. Но в этой суре Аллах говорит о наказании очень мало, почти ничего. И большую часть этой суры Он посвятил разговорам о вознаграждении. Это особый переход. Особая милость Аллаха, которую вы можете заметить в этой суре. Аллах гораздо сильнее подчеркивает свою награду, чем наказание. Это первое, что вы сразу же заметите. Даже если прочтете только перевод суры. В моей жизни был странный случай. В тот момент мой разум повел себя необычным образом. Боже, это история, которая произошла более 20 лет назад. Это было во время, когда я заучивал Коран наизусть. И поэтому я все время носил с собой мусхав. Этот случай произошел со мной в офисном здании в Техасе. На тот момент я уже был в Техасе, не в Нью-Йорке. Я зашел в лифт и там просматривал какую-то суру. А человек рядом со мной посмотрел на меня и спросил, «Ты мусульманин?» Я ответил, «Да». Потом он спросил, «Что у вас будет в раю?» Он как будто бросил в меня этот вопрос. Это было в лифте. И я должен был ему быстро ответить, потому что он должен был скоро выйти на своем этаже. И я сказал ему, «Напитки». Он вышел на свой этаж, и это все, что он услышал от меня. Итак, я начну с того, что в этой суре из всех наслаждений рая Аллах уделяет особое внимание напиткам. Чтобы помочь вам понять эти аяты, я собираюсь предложить вам три разных уровня напитков. Ребята, вы когда-нибудь были на пикнике? Или кто-нибудь приглашал вас на барбекю? Если вы бывали на барбекю, или если вы сами устраивали барбекю, то вы поймете, о чем я говорю. Однажды я устроил в колледже барбекю. Несмотря на то, что я не знал, как его готовить, мой сосед по комнате спросил меня, «К тебе придут много твоих друзей?» Я такой, «Да». «Ты хочешь помочь мне с барбекю?» Он такой, «Окей, помогу». Итак, мы в последнюю минуту приготовили барбекю, но проблема возникла с напитками. У нас не хватало стаканов. Я был студентом колледжа, поэтому у меня не было достаточно стаканов. Мы пошли в супермаркет Волмарт и купили целый пакет пластиковых стаканчиков. Еще мы купили пару бутылок сока и всего такого прочего. Так что все те, кто пришел, сами наливали себе, что хотели и пили. Это был эконом-сервис. Не так ли? Сервис – обслужи себя сам. Сам выбираешь любой напиток, который захочешь. Вот стакан, сам наливаешь и пьешь. Все просто. Это один из видов обслуживания, самообслуживания. Налей себе что-нибудь выпить сам. Иногда бывает, что нас приглашают на шикарную свадьбу, на праздничный ужин или что-то в таком роде. Все нарядно одеты, а в зале обслуга, которых нарядили как пингвинов, они ходят туда-сюда. Еще налить, сэр? Еще налить, сэр. Знаете таких людей? Затем вас усаживают за стол, на котором все стаканы стоят в перевернутом виде. Коран называет их так. И ты переворачиваешь свой стакан. Подходит парень и наливает тебе напиток. Ты выпиваешь, а он снова наливает. Ты чувствуешь себя обязанным, поэтому продолжаешь пить. А он продолжает наливать. Тебе уже приходится просить, пожалуйста, хватит. Суть в том, что тебе не нужно вставать и самому наливать себе напиток. Тебе сами подадут и нальют. Все сделают сами. Это ни много, ни мало элитное обслуживание. Это не похоже на барбекю, которое я делал с друзьями. Это не пластиковые стаканчики, в которые ты сам себе наливаешь. Итак, в суре Аль-Инсан Аллах первым делом говорит следующее. Благочестивые будут пить из чаш. Еще Аллах немного рассказывает о вкусе этого напитка. Но, судя по этим словам, они сами подходят и угощаются, отпевая из этих чаш. Затем позже, в следующих аятах, Аллах говорит. Что будет в этих чашах? Чем наполнят обитатели рая свои чаши? Там будет водопад или источник. Нужно просто пойти туда, поставить свою чашу и выпить. Именно так описывается эта сцена. Но ведь это похоже на самообслуживание, не так ли? Чуть дальше, через пару аятов, Аллах скажет. Позже мы послушаем прекрасное чтение этих аятов. Теперь Аллах дополняет сказанное ранее. Здесь как будто какой-то более высокий уровень, как будто обслуживание в джанне продвигается вверх. Аллах говорит, что обитателям рая дадут выпить. Не они сами пьют, а их поят. Их будут поить. Это указывает на то, что вам не нужно идти и наливать самому себе. Теперь к вам подходит обслуживающий персонал. Вокруг них будут кружить слуги. Вам понравился этот вкус? Пожалуйста, попробуйте еще это. Вот это, вот это и вот это. Слуги постоянно кружат вокруг вас, подавая напитки. Вам даже не придется вставать. Но затем наступает другой этап. Аллах добавляет то, чего ранее он не упоминал. Внезапно Аллах начинает описывать, что эти люди теперь наряжаются. Итак, я думал, что элитный уровень это когда подают напитки, а теперь происходит нечто большее. Аллах говорит, На них будут зеленые одеяния и особые виды шелка. Некоторые из сидящих здесь ребят такие, «Я не хочу носить шелк! Мне даже не нравится зеленый цвет!» Далее в аяте сказано, что обитатели рая будут украшены серебряными браслетами, драгоценными металлами. К слову, один из самых дорогих галстуков это шелковый галстук. Одна из самых дорогих тканей это истабрак. Все это экзотически дорогая одежда. Обитатели рая будут одеты по-особенному. На них будут самые дорогие часы с драгоценными металлами, в том числе и у мужчин. Не только женщины тратят десятки тысяч долларов за часы с драгоценными металлами. Вся эта роскошь актуальна и в наши дни. Но в каких случаях вы так наряжаетесь? Вы так одеваетесь, когда собираетесь посетить важное мероприятие и встретиться с важными людьми. Когда вы идете на встречу с президентом, вы одеваетесь иначе, чем когда вы идете на встречу со своим лучшим другом. Или, когда вы идете к соседу. Вы же не наряжаетесь по-особому, чтобы встретиться со своим соседом. Если вы так делаете, у вас какие-то проблемы. Очевидно, тут есть разница. Итак, сперва в этой суре говорилось, что в раю есть напитки, которые обитатели сами себе наливали. Затем сервис улучшается. Но прежде чем Аллах упомянет о слугах, разносящих напитки, Он говорит, что обитатели рая оденутся по-особому для какой-то особой церемонии в джанне. Таким образом, похоже, что жители джанны, да сделает Аллах нас всех жителями рая, они готовятся к какому-то особенному мероприятию. Но прежде чем отправиться на это мероприятие, они должны немного принарядиться. И вот им дают особую одежду для особого события. И теперь вы задаетесь вопросом, что это за особое мероприятие в раю? Аллах, аззаваджаль, говорит, «Их Господь, Аллах, напоит их чистым напитком». Таким образом, Аллах нарядил их для встречи с Ним самим. Мы не просто встретимся с Аллахом, но еще и Аллах угостит нас напитком. Это звучит так выразительно. И когда тот человек в лифте спросил меня, «Что у вас будет в раю?», я ответил просто, «Напитки». Ведь это не просто напиток в раю, это нечто большее. Когда мы упоминаем имя Аллаха, аззаваджаль, мы говорим, «Субханаху вата'аля». Так? Он высочайший, возвышенный, нет никого выше Аллаха. Но позвольте мне объяснить вам, что значит, когда вы высоко цените кого-то, когда кто-то очень важен для вас. Чем важнее человек, тем меньше у вас шансов встретиться с ним. Очень сложно встретиться с ним. Однажды моим детям нужно было попасть на прием к врачу. А таких специалистов, как этот врач, несколько штук на всю страну. И чтобы попасть к этому специалисту, на один прием, необходимо занять очередь за шесть месяцев вперед. И угадайте, что будет, если тебе назначат встречу, а ты опоздаешь на пять минут. Тебе перенесут запись на следующий год. Снова вставай в очередь. Тебе лучше не опаздывать на прием. Сам этот прием может занять десять минут. Всего десять минут. Представляете? Суть в том, что когда вы получаете время от VIP-персоны, то каждая секунда на счету, каждая секунда ценна. Это не просто награда. И это не просто напиток. И что интересно, у всех остальных напитков описывается вкус. Но об этом напитке, которым угощает Аллах, который дает Аллах, он говорит следующее. Господь их напоит их чистым напитком. Жители рая окажутся в самой чистой компании. И вкус напитка, который они будут пить, можно описать как абсолютно чистый. Эту чистоту просто невозможно описать словами. Максимум, что можно сказать, это то, что напиток будет абсолютно чистым. Все это сводится к одному, самому важному, к признанию обитателей рая. Выходит, что я не невидимка. Меня заметили. Меня оценили по достоинству. Сам Аллах выделил меня. И на этом все не закончилось. Я представляю себя одним из тех людей. Представляю, в каком состоянии я бы там находился. И когда я размышляю о Джанне, я очень волнуюсь, что встречусь там с людьми, о которых Аллах говорит в Коране. Ведь это настоящие знаменитости. Представьте, что вы в Джанне, и вот там стоит Ибрахим, алейхиссалям. И ты такой... Я написал о вас историю. Надеюсь, я все правильно о вас понял. Так? Или Муса, мир ему. Или Умар Абн-Хаттаб, великий сподвижник. Умар Абн-Хаттаб. Он был крупного телосложения. И ты такой... Можно с вами поговорить? Только не сердитесь. Но если мы волнуемся из-за встречи с посланником Аллаха, с этими удивительными пророками, с этими удивительными праведниками, которые упоминаются в Коране, то что говорить о нашем состоянии, о наших эмоциях, когда мы вот-вот встретимся с кем? С самим Аллахом. Какой уровень нервозности? Все, что мы делали в этой жизни, было несовершенно. О, Аллах, пожалуйста, прими. О, Аллах, мы совершаем много ошибок. Быть может, наши поступки недостаточно благие. Быть может, наши намерения недостаточно чисты. Быть может, наши действия не соответствовали твоему желанию. Возможно, мы не оправдали твоих ожиданий. Возможно, мы что-то забыли, допустили ошибки. Мы так несовершенны. О, Аллах, как же я предстану перед тобой. И вот мы в джанне. Вот мы нарядились, чтобы встретиться с самим Аллахом. Вот нам разливают напиток. И что же Аллах говорит по этому поводу? Все мы знаем, что какие бы усилия мы не приложили в этой жизни, этого будет недостаточно. Мы не в силах прожить такую жизнь, не в силах совершить нечто настолько ценное, чтобы наградой за это стала встреча с самим Аллахом. Это просто невозможно. И потом Аллах говорит, Таково ваше воздаяние, такова ваша награда. Ваша награда – все наслаждения рая. В раю есть дворцы, в раю есть дома, красивые супруги, потрясающая еда и так далее. То, что Аллах признает наши заслуги, проявится в том, что все в раю будет нам в качестве награды. И это значит, что мы это заслужили. Но как? Как такое можно заслужить? Ваши усилия всегда ценились. Кто ценит мои усилия согласно этому аяту? Аллах, аззаваджаль. Аллах, аззаваджаль, высоко оценивает все наши усилия. Если вы уже слышали, как я говорил об этом раньше, то напоминание не помешает. Этот мир, в котором мы сейчас живем, уважает только результаты. Мир не ценит никакие усилия. Тут ценятся только результаты. Мы уважаем лишь победителей. И все мы ценим лишь результат. Было много людей, которые повлияли на ход истории, но их усилия не получили признания. Однако, Аллах ценит их усилия. Люди не могут признавать всех и каждого. Люди могут оценивать только на основе видимых результатов. Когда две команды соревнуются друг с другом, они обе прикладывают огромные усилия, однако чемпионом будет только одна команда, а за усилия не дают никаких наград. Да, обе они приложили много усилий. Возможно даже, что команда, которая проиграла, приложила больше усилий, чем команда победителей. Но мы поздравляем не тех, кто больше старался, а тех, кто добился результатов. Кстати, мы постоянно прилагаем усилия. Но часто наши усилия остаются незамеченными. Люди не видят старания, они видят только результат. Возьмем, к примеру, каллиграфа. Он просто взмахнет своей рукой и… О Боже, как он написал! Бисмилляхи ррахмани ррахим. О Аллах, как это красиво! Для него это так просто! Но вы не увидите тысячи часов, которые он потратил. Когда он впервые взялся писать, кто-то спросил его, «Зачем ты рисуешь слона?» Это не слон, это бисмилляхи ррахмани ррахим. Он приложил много усилий, прежде чем добиться высоких результатов. Но люди не замечают старания. Люди видят только результат. Никого не волнует, кто проиграл выборы. Людей волнует только тот, кто победил. Это результат. Неважно, как хорошо вы постарались на собеседовании. Если вы не получили работу, значит, вы потерпели неудачу. Ваши усилия никого не волнуют. Неважно, сколько работы вы вложили в свой проект. Если вы не уложились в срок, или вы не добились результата, все ваши усилия пропадут даром. Ваши старания не будут засчитаны. Но Аллах говорит, что ваши усилия – это единственное, что имеет значение в следующей жизни. И что Аллаху совсем не нужны ваши результаты в вечности. Единственное, что Аллах признает – это ваши усилия. В этом мире старания невидимы. Видимы лишь результаты. В следующей жизни результаты исчезнут. Таким образом, победитель может стать проигравшим, а проигравший – победителем. Тот, кто выглядел здесь неудачником, может стать победителем в вечности. Кстати, идея о том, что тот, кто казался преуспевшим, стал проигравшим, а тот, кто казался неудачником, стал победителем – эта идея отражена в слове «тагабун». «Яума яжма'укум ли яуми الجم'и, ذلك – яумут тагабун». Кто-то думал, что он победитель, но на самом деле он оказался потерпевшим убыток. Кто-то думал, что их усилия не получат признания. На самом деле все старания оказались оценены по достоинству. Это награда, которую дал нам Аллах. И это самое невероятное осознание, с которым живет верующий человек. Потому что сейчас мы живем в такое время, когда все жаждут признания. Мы жаждем признания. Если вы сегодня выложите видео с этой конференцией, и никто его не посмотрит, никто его не лайкнет, никто не напишет в комментах «Машаллах!» или что-нибудь еще, то вы почувствуете себя невидимым. Вы почувствуете себя оскорбленным. Вам не уделили должного внимания. Раз так, то я тоже не буду смотреть их видео. Что? У меня три просмотра? И все три мои? С моих двух других телефонов? Нам нужно внимание. Человек нуждается во внимании. Вспомните детей, которые нуждаются во внимании отца и матери. «Мам! Мама! Мам! Мама!» И как только вы уделите ребенку свое внимание, он скажет «Нет, спасибо, сейчас я пойду к отцу, потому что теперь он не обращает на меня внимания». Мы постоянно нуждаемся во внимании. Мы нуждаемся в признании во что бы то ни стало. Аллах дал нам в этом аяте ответ на нашу потребность в признании. В этой жизни ты можешь приложить немало усилий, чтобы сделать счастливой свою мать, сделать счастливым своего отца, сделать счастливым своего начальника, сделать счастливым своего мужа, сделать счастливой свою жену, сделать счастливым своего сына, сделать счастливым свою дочь. И знаете что? что после всех ваших стараний, в конце концов, они станут счастливыми? Нет. И что еще хуже? Они говорят, «Ты называешь это постарался? Да что ты вообще для меня сделал? А вы говорите им, «Я приложил много усилий». Ха! Ты? Усилия? Где твои усилия? Я их не вижу. Люди, которые любят нас больше всего, которые нам ближе всего, даже они могут быть слепы к нашим стараниям. Они тоже хотят видеть только результаты. Аллах учит нас тому, что даже если ты приложишь сверхусилия и сделаешь все правильно, люди не смогут по достоинству оценить твои усилия. Как ни старайся. Но Аллах не допустит, чтобы хотя бы одно из твоих стараний пропало даром. Кстати, знаете, что фиксирует человеческая история? Что записывает история? Она фиксирует усилия людей, или она фиксирует их результаты? Фиксирует результаты, их успехи и их провалы. Вот что остается в истории. История не в состоянии зафиксировать усилия. Давайте свяжем все сказанное воедино. В начале этой суры Аллах сказал нечто действительно умопомрачительное. «Был ли когда-нибудь момент в бесконечном промежутке времени, с тех пор, как существует время, был ли момент, когда человек был чем-то таким, о чем никто даже не знал? Этот аят может означать несколько вещей. Человек долгое время был безызвестен, либо он даже не был достоин того, чтобы его знали. Но позвольте мне взглянуть на это с другой точки зрения. Возраст нашей Вселенной, как мы знаем, составляет 14 миллиардов лет. Или триллион лет, я уже забыл точную цифру. Но точно больше миллиарда лет. Мы не такие уж старые на этой планете. Вселенная существует намного дольше нас. Земле несколько миллиардов лет. Она тоже колоссально старше нас. Что касается начала истории человечества, то мы не можем найти археологические свидетельства, которым было бы больше 20, 30 или 40 тысяч лет. Последнее – это самый максимум. Человеческий рост существует тысячелетиями, но мы их не помним. Не знаем, кем были те люди и чем занимались. В мире побывало так много народов, что, возможно, некоторые из них похоронены прямо под этой землей, на глубине 200, 300 или 400 футов. Когда-то они здесь жили. Возможно, были очень важными людьми в свое время. Но сейчас о них никто не помнит. Сейчас о них никто не знает. Они ушли. Их успехи канули в лету. Их неудачи исчезли. Их замки разрушены. Их воспоминания улетучились. Их сила утрачена. Их любовь испарилась. Все это исчезло. Не осталось никаких следов. А теперь давайте поразмышляем. Все мы появились на свет от наших матерей. Наша мать, прежде чем забеременеть, понятия не имела, кто мы такие. Она не любила нас, потому что нас не существовало. Мы совсем не волновали ее, потому что мы были никем. Для нее мы не были мазкуром. Мы не были ей известны. А потом, когда она забеременела, она сначала даже не знала о нашем существовании, несмотря на то, что мы существовали. Мы снова не были для нее мазкуром. Затем, когда ее начало тошнить, она поняла, что что-то происходит. Затем она начала читать много дуа и спрашивать себя, «Интересно, что это будет за ребенок? Это будет мальчик или девочка? Он будет похож на меня? Или он будет похож на него? Она как бы пытается узнать тебя, но на самом деле это невозможно. Невозможно вспомнить тебя или узнать, потому что ты все еще неизвестен. Ты все еще никому неизвестен. Даже когда ты уже родился, твои родители полюбили тебя, они обнимают тебя, но они не знают на самом деле, кто ты и на что способна твоя душа. На самом деле мы никому неизвестны. Большую часть нашего существования мы остаемся безызвестными. Большую часть нашего существования. Я люблю своих родителей. Я уверен, что они, в свою очередь, любят своих родителей. Уверен, что мои бабушка и дедушка любят своих родителей, а их родители любят своих родителей. Но я их совсем не знаю. Стоит мне вернуться немного назад в историю, и все они для меня не мазгурин. Я их не помню. Я бы хотел встретиться с ними в Ахере, на правой стороне, но я понятия не имею, кто они такие. О них не осталось никаких воспоминаний. Единственное, что вы можете найти, это генеалогическое древо с несколькими именами. Но мы не знаем их истории. Мы не знаем этих людей. Я пытаюсь вам сказать, что не только ваши усилия незаметны, но и мы сами, по большей части, остаемся невидимыми. Нас никто не знает. Никто нас не вспомнит. И за пределами этой вселенной, когда этой вселенной больше не будет, когда эта земля перестанет быть такой, какая она сейчас, Аллах сохранит одну вещь. Когда не станет звезд, не будет земли, не останется солнца, луны, океанов, наши усилия и память о наших усилиях останутся у Аллаха. И Он оценит наши старания. Разве это не удивительно? Наши усилия для Аллаха долговечнее, чем Самоват и Ард, небеса и земля. В этом заключается мощь наших усилий. Таким образом, если сам Аллах ценит наши усилия, тогда у нас с тобой нет права смотреть на свои старания и говорить, что ж, я прилагаю все усилия, но они не приносят результатов. Значит, я неудачник. Мы не можем так говорить. Если мы так скажем, то мы тем самым обесценим все усилия Нуха, мир ему. Почему? Потому что он прикладывал усилия на протяжении девяти столетий, а результатов не так уж много. Почему он считается героем в Коране? Почему мы чтим таких пророков, как Нух, алейхиссалям? На самом деле, его жизнь – это череда невероятных усилий. И опять же, никто не скажет «Мне спасибо». Никто не оценит усилия, которые мы с вами приложили, но Аллах сам оценит их по достоинству. Лично. Усилия каждого верующего. Вот что мы получим в Ахире. Это то, о чем Аллах говорит нам в этой суре. У нас должен быть правильный настрой. Мы должны стать людьми, которые хотят служить Аллаху в этой дунии, хотят отдавать Аллаху, совершать благие дела ради Аллаха, а затем смотреть, как нас будут обслуживать в Ахире. Этот мир не для того, чтобы нам служили. Этот мир для того, чтобы мы служили. А в вечности, согласно суре Аль-Инсан, обслуживать будут уже нас. Мы все должны стать людьми, которые сейчас служат другим, чтобы потом в Ахире служили нам. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.